Продолжаем обзоры на обновленные сабы, постараемся как можно больше и потом к лету поднабрать, чтобы вы уже могли решить, стоит ли покупать данную продукцию. А как же я смогу вам в этом помочь? Мы не просто берем какую-то игрушечку, рассказываем, какая она красивая, чтобы вы это обязательно купили. Нет, мы возьмем, рассмотрим, посмотрим, что нам написал производитель, сравним с тем, чем действительно является товар и дадим вам как можно больше информации, чтобы вы уже могли взять и решить. На обзоре у нас уже усуровая игрушка, у нас до этого был Piranha 15, теперь у нас 12-й калибр с таким вот старовенным мотором. Меня очень удивил, потому что Прошка у меня был на обзоре, Грифмолайт был, а тут какой-то дикий монстр с очень интересными решениями. Как бы попой еще вам покажу обязательно. И мне понравилось то, что логотип теперь есть. К сожалению, моя камера, наверное, не позволит вам показать. Но если у меня фоточки хорошие получатся, я их обязательно прикреплю. Сабвуфер гораздо тяжелее, чем пятнаха в самой бюджетной линейке делится. Грифмолайт про 12v3, максимально возможный уровень баса, ветра для своего ценового сегмента, благодаря использованию огромного big roll подвеса в сочетании с увеличенной высотой намотки звуковой катушки и продуманной магнитной системой. Два года гарантии подменный фон. Преимущество уникальный для своего ценового сегмента big roll подвес. Звуковая катушка с увеличенной высотой намотки для увеличения хода и мощная магнитная система. Характеристики попозже рассмотрим. Размеров здесь тоже нету, но обзоры уже откуда-то есть. Но это, в принципе, просто то, что обновились в 1v2 и все это прикреплено к данному динамику. Также не забываем то, что за флекс кузова VTR-3 вы можете получить динамики бесплатно. Если я не забуду, где-нибудь прикреплю видео со всеми акциями дели, ну, либо зайдите на сайт и посмотрите их в сам сайте. Классическая коробка дели. Новый, видите, логотип. В принципе, он в том году анонсировали, что-то то ли по осени, то ли даже летом. Но пока что вы ни разу нигде не клепали. Основные параметры. Полный параметр. 600 номинала. 2 плюс 2 катушки. 2 дюйма. Чувствительность 88,5. Резонанс 32, добрутность 0,43. И 16,28. У нас эквивалентный объем. Динамик подходит очень во многие оформления. Естественно, его параметры совпадают. Но это мы обязательно замерим. И чувствительность 88,5. Это что за читерство такое? Это на 8 махах на многих такой чувствительности нет. Ладно, посмотрим, на что способен этот динамик. Упакован он хорошо. То есть у нас здесь уже упаковочка очень годная. То есть пакет целлофановый. В нем силикогель. Все вот в этом полистироле или как он там правильно называется. Очень его обожаю. Особенно, когда он начинает везде липнуть, магнититься и по всей комнате раскидываться. Не забываем про номера. Если вдруг вам стало скучно. Это хэштеги, социальные сети и гарантия 2 года. Также есть подменный фонд. Вот такая вот крохор малютка. Резиночки у нас теперь снимаются легко. Это не дубовый. Там чуть ли не как пластик были раньше. Вот с пираней, похоже, взяли. Очень мягкий материал. Хороший силикон, видать. Очень легко снимается. Я их не использую на практике. Я их всегда снимаю. Даже кому-то делал на заказ, я всегда снимаю. Это может очень минусануть. По сборке, в принципе, неплохо. Клея здесь нет излишков. Диффузор у нас прошит, проклеен. Колпак проминается четко. В принципе, жесткий. Сам динамик по себе упругий. Корзины штампованы, но вы посмотрите на эти ребра жесткости. То есть очень хорошо все загнуто. Кто-то говорит, что надо литые корзины делать на сабы. Если вы сделаете литую здесь корзину, сразу станет дороже. Нет смысла делать дорогую продукцию. Ладно. Прижимные. Чуть гнуться. В принципе, ладно. Подводящие. Мое почтение. Я думаю, будут такие же по размеру, как на пираньях. 15-й у нас на обзоре был. Так, они у нас пришиты к шайбе. Вот не знаю, видно, не видно. Сборка неплохая. Шайбы достаточно упругая. То есть она вот вся, вот видите. Нет такого, как вот на пиране было. То, что в одном месте тыкаешь, динамик никуда не двигается. Это уплотнительное кольцо пластиковое. Две штуки получаются. Одно с самой шайбой. Второе для чего непонятно. Также видим вентиляционное отверстие. Вот я вот не знаю, когда буду САП разминать. Постараюсь вам показать, потому что здесь можно так совпасть, что мы с вами сможем посмотреть катушечку очень хорошо. И даже насквозь видим мотор. Я вот не помню. Грифон Pro 12-й вроде как у меня был на обзоре. Но не помню, чтобы был такой здоровенный мотор. Ладно, магнит у нас с вами здесь маленький. Потому что вот резинка. Может быть я на двенашке смогу снять? Вот, да, вот. Здесь серединочка попроще. На пиране снять не удалось, потому что она там маленькая. Там магнитик-то как хуйщичья динамика. Так, у нас с вами здесь два здоровенных ферритовых кольца. Нараза сантиметра по два с лишним. Чтобы все собрано хорошо. То есть верхний магнитопровод большой, нижний большой. Плюс еще есть небольшой флянец. Также вы можете заметить, что никаких отверстий, под вентиляцию здесь нет. Теперь вентиляция вся идет здесь. Мощность у нас номинальная увеличилась по сравнению со второй версии. Магнит вроде как вырос. Ну, охлаждение поменялось, и катушка стала как бы поменьше. Ее проще толкнуть, но мощи она должна держать поменьше. Но, как я заметил, сейчас даже на кастомных сабах перестали делать вот здесь вот вентиляционные отверстия. То есть систему охлаждения как-то переделали, доработали. То есть, может быть, за счет опыта каких-то инноваций доработали систему охлаждения. Теперь она эффективнее, когда она происходит там вот внутри. Как раз-таки меньше отверстий, больше индуктивности. Но это мои там догадки, предпогадки и прочее. То есть посмотрим на практики. Действительно сможет вот этот динамик дать нам больше результата. Потому что у меня пока что не было динамика, который с маленькой мощностью смог бы надавить 140. То не считая пера, не десятый, то там в ЧВ оформление, там КПД был конский. Как бы... Но вот с этого малыша, с его заявками, мы должны сделать 140 дБ. При этом даже достаточно на низкой частоте попробуем его увольнуть. Мощности у нас будет немного, но обязательно потестируем. Также у нас в комплекте наклейка DEL Audio. Шильдик. Гарантийный талон, он же брошюрка вот такая. И ароматизатор. Ящик еще не допиленный. Как бы... Ну ладно, не суть. Я даже придерживать багажник сейчас не буду. Датчик на стекле держится, нормалек понеслось. Так, пик-холд сброшен. Датчик все на месте. Так, открыть вот это на такое сейчас, окошко. И будем сейчас стрелять. Придержим чуть-чуть. Все грязное, конечно, но что поделать. Ну, 140 есть. А мощность у нас летит 500 ватт. Погачий. Погачий. Продолжение следует... сразу для бустеров хочу продемонстрировать параметры телесмола рекомендации по ящикам как бы динамик очень удачный в принципе принципе он можно будет поставить и в чв в принципе в это оформление краски я решил использовать как бы очень мне понравились 10 дюймов в чв ящики относительно небольшие имеют достаточно неплохой звук но естественно по параметрам динамик оказался интереснее чем указан производитель к сожалению я не успел замерить параметр ts до разминки как бы времени не хватает но динамика размяты и она раз не поездил неделю или полторы ну и чего естественно него на одной ну на части настройки вообще никуда не ходит а на частотах чуть подальше не уход начинает очень быстро нарастать поэтому динамик размялся это сто процентов потому что сначала щадящий режим потом даже 500 ватт в него вылетала как бы динамик в принципе может сказать как бы свой номинал держит имеет хорошие параметры телесмола конечно же можно может быть каким-то наработчиком будет но в принципе даже вот в небольших объемах он может очень хорошо себя показать вот уделить 10-дюймовый 8-дюймовый динамик получается прямо славу по звуку благодаря его параметрам он хорош как бы мне вот нравится чего формирует тем что у него нету никаких задержек звуковых и басуха у меня запас моими медами играет и если там сравнить с кинуть мачете файтер которые имеют высокую добротность и отвратительный параметр вообще в целом он где-то там бубнит сзади его слышно и нету полноты картин здесь же у меня рок там там всякие киши и все остальное все играет она все играет моментом как бы никаких проблем не замечено то что я боялся что маленькая катушечка какие-то будут проблемы нет в принципе номинал держит похоже это вот ну в общем как-то доработана система охлаждения благодаря чему номинал вырос но вот по минусам вот эти вот отверстия с логотипом деле на больших ходах они прям ну но не свистят но воздух там ходит прям очень хорошо поэтому я скорее всего будут дорабатывать если будут для себя брать данные динамики я буду эти вот дельки оттуда вынимать чтобы увеличить охлаждение циркуляцию воздуха не знаю насколько это правильно как бы это может быть о том проверить но надо бы надо бы что-то с этим делать потому что даже на параметры снимал он прям звуки прям слышно то что это именно вот охлаждение так работает но и благодаря вот этой похожей катушки я смог достичь новых рекордов можно сказать для себя как бы 140 децибел с 10 дюймово при этом достаточно низкой частоте до этого я стрелял на 10 дюймах на частоте 42 44 герца в принципе если я сейчас нам пор перепилю опять-таки под это частоту результат будет еще выше то есть катушка меньше толкнуть ее проще и результат естественно также выше как бы динамик на мой взгляд купить стоит как бы миниатюрный можно и взея его запихнуть без каких-либо проблем в чего его можно толкать то есть увеличить кпд динамика ну и я вот буду пробовать потом в дальнейшем запилить рупор под него и добиться прям широчайшей полки я планирую 30 где-то до 120 герц и данная собой сможет играть как внутри салона так и наружу при открытом багажнике дверях можно сделать хорошенькую сцену будет в общем интересно такое решение как бы чтобы это не пропустить не забывай подписан канал и ставить лайки также пишем комментарии в описании очень много полезных ссылочек везде добавляемся везде заходим в чате общаемся не забываем также поддерживать канал донатами спирбанк тиньков и вк также не забываем про два года гарантии уделяю аудио подменный фон то есть если этот динамик как-то ушатаю запросто можно получить новый ну и за флекс кузова могу получить динамики грифон про не забываем то что на бусте видеоролики с увеличенной прослушкой больше там басухи больших всевозможных треков параметры замеры то есть все 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 там есть это как бы стоится уж 50 рублей в месяц что можно купить сейчас на 50 рублей как минимум шоколадку в принципе за два с половиной месяца можно в принципе купить себе пачку творога но лучше конечно же купить и получать больше информации пилить грамотные ящики выбирать хорошие усилители надеюсь это вам все поможет не забываем то что у нас все видеоролики разбит по плейлистам ну а с вами был с 8 мая всем дачи пока 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 Продолжение следует...